В пятницу 22 декабря в сессионном зале Дома правительства состоялось очередное пленарное заседание Народного Совета ДНР. Перед его началом председатель парламента республики Денис Пушилин прокомментировал перспективы новогоднего перемирия между ДНР и Украиной. Так уж получается, что одно перемирие за другим, как показывает практика, не гарантирует, наверное, полного режима прекращения огня. Мы с вами, те, кто проживает в Донецке, в Луганске, наверное, на себе это ощущаем. Будь то хлебное перемирие, будь то школьное перемирие. О этих перемириях можно говорить, что, наверное, это элемент некого снижения количества обстрелов, то есть понижение, наверное, вероятности эскалации конфликта, но отнюдь не полное прекращение боевых действий. И сейчас, ну, хотелось бы надеяться, что на новогодние рождественские праздники будет уменьшено количество обстрелов, но, как мы видим, вот сейчас, да, вот последние дни, ну, достаточно жарко, и снаряды прилетают по нашей территории достаточно регулярно. В начале сессии в рамках пленарного заседания был проведен правительственный час. Парламентарий заслушали доклады министра финансов Екатерины Матющенко, председателя Центрального республиканского банка Ирины Никитиной, председателя фонда государственного имущества Сергея Кайды. Напомним, что правительственный час – это одна из форм осуществления парламентского контроля за исполнительной властью. В соответствии с положением Конституции ДНР, а также части 3 статьи закона ДНР о системе органов исполнительной власти, Совет Министров отчитывается о проделанной работе перед Народным Советом, представляя ежегодный отчет. В целом, отчеты министра и председателя и депутатами были оценены как удовлетворительные. После этого началось слушание, подготовленное к заседанию законопроектов. В поездку дня были включены следующие документы. О рекламе, процедура второго чтения докладывала депутат Елена Мельник. По окончании заседания она прокомментировала данный законопроект. Этот закон необходим для регулирования рекламной деятельности в ДНР. В законе были определены необходимые условия для производства, распространения, размещения и использования рекламы. Установлены общие требования к рекламе, товары и услуги, реклама которых не допускается, особенности отдельных способов распространения рекламы, а также государственный контроль, соблюдение и ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Далее законопроект о внесении изменений в закон ДНР о государственном регулировании в области добычи и использования угля. Об особенностях социальной защиты работников организации угольной промышленности. Докладчик депутат Андрей Вяткин. О внесении изменений в закон ДНР о таможенном регулировании в ДНР. Такой важный законопроект представил депутат Сергей Сверчков. Проект закона является настоящим новогодним подарком для всех автолюбителей, так как позволяет владельцам машин, которые не прошли растаможивания, сделать это в течение всего следующего года. Настоящим законом граждан, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории ДНР, до 1 января 2018 года разрешен временный ввоз транспортных средств личного пользования, которые зарегистрированы на территории иностранного государства сроком до 3 месяцев. Приняв эту норму, считаю, что мы в очередной раз показали всему мирогому сообществу, что мы действительно народная, социально ориентированная республика. Могу с уверенностью сказать, что данный закон – это основополагающий нормативный правовой акт, который представляет принципы построения таможенной системы в республике. При этом нормы закона построены в счетах действующего таможенного кодекса, таможенного союза. Также депутаты рассмотрели проект постановления об утверждении повестки дня очередной весенней сессии 2018 года Народного совета ДНР 1-го созыва и ряд постановлений об изменении состава профильных комитетов Народного совета. Также на заседании парламента министрам, главам ведомств и депутатам были вручены памятные знаки и почетные грамоты за самоотверженный труд на благо республики. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистакова, Владислав Лем, Новороссия ТВ.